С первых минут встречи русские медведи сумели завладеть инициативой и заперли противников на их половине поля. В результате игрок нашей сборной Алексей Панасенко открыл счет и заработал 5 очков для своей команды. В ответ португальцы лишь раз пробили оборону сборной России и дроп-голом заработали 3 очка. На перерыв команды ушли с отрывом в 10 очков в пользу нашей сборной. Россия! 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 Поддержать нашу сборную пришло около тысячи жителей. Гостей Сочи вместе с ними болел за россиян и глава города Анатолий Пахомов. То, что у наших жителей, у наших юношей, девушек есть возможность быть участниками и зрителями многих спортивных соревнований, это очень здорово. Мы имеем результаты, как я уже говорил, уже 60% детей до 18 лет дополнительно занимаются в спортивных секциях, а 62% сочинцев очень активно интересуются спортом. С первых минут второго промежутка игры на поле завязалась равная борьба между соперниками. До половины второго тайма счет не менялся. Команды обменивались атаками с положительными результатами. И под занавес игры Юрий Кушнарев, пробив штрафной, заработал 3 очка. Итог встречи 21-8 в пользу сборной России. В целом, неоднозначная, то есть все-таки имели достаточно большое преимущество по игре, но в целом она до последних минут прошла напряженно. Все-таки молодость ключевых игроков дает себе знать, что не смогли воспользоваться несколькими хорошими моментами. Но впереди работы много. Этот матч стал заключительным для сборной России в первом круге Кубка Европейских наций по регби. Теперь спортсменам предстоит отдых. А у сочинцев и гостей курорта впереди много ярких спортивных событий. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ. Продолжение следует... Продолжение следует...